Брали же кредит туда. Ну и все. Три года не урожай. Банк дальше участвовать оказался. А большое предприятие чем занималось? Ну было 20 тысяч сеней и 5 тысяч гектаров посемных. А название какое предприятие? Чебулинское. Пришлось все вырезать под ножом. Ну это наивое развитие, я так понимаю, деньги в банке? Конечно. А вы были директором или владельцем или как? И то, и то. Предприятие разорилось и выплаты банку вы перестали? Ну предприятие сейчас на стадии наблюдения. Процедура банкротства называется наблюдение. Как бы весь арест имущества по Чебулинскому. Суд приостановили. Суд нам дал подбору, говоря на то, что мы как-то могли показать, что мы можем отклиматься или не можем отклиматься. Как предприятие. Но они видишь там не смогли укусить, они вот сюда приехали, тряпки переписывают. Но по сути же это имущество не принадлежит предприятию, это ваше личное имущество? Мое имущество только то, что я могу отсюда вынести. Вот и все. То есть тут уже ни машины, ни квартиры, ничего нет. То есть я здесь живу, как сказать, по договору аренды на основании того, что мы это все подали, просто людям ремонт делаем. Сейчас вот понятые, которые это, они здесь просто договорились о том, что мы здесь все знаем, мы здесь все отремонтируем, ну, к сдаче приготовим. Потому что дом-то старый. К 98-го года, 2000-го. Все сети, все-все-все полностью. Есть бетон, сейчас все покрошились. Ну, не все, а с нового года мы уже должны сверститься. А здесь кто живет? Никто. Нет, в смысле для кого вы делаете ремонт? Для владельца дома. Для владельца дома. Дом сам продали еще года-полтора назад. Ну, когда проблемы начались сильные, я машину продал, мы отдали ее за комбайн, дом продал. Просто договорились, что они как бы, ну, для них это вложение денег, так скажем. То есть никто жить не собирался. А мы что тут живем, то есть ремонтируем, обслуживаем, платим. Тут же и свет, и вода тут же немало. Поэтому как бы вот так. Вот упоминали участие вашей жены тоже в этом? Она учредитель в деревне там, ну, в колхозе. Она как один из собственников, поэтому она нашла получителя. Вот все. Вы как-то выплачивать собираетесь или считаете, что вы не обязаны это делать? Я считаю, что для начала надо дождаться решения суда по поводу организации, которая брала кредит. А потом в первую очередь реализовывать то имущество, которое было куплено на деньги банка. То есть и на наших в том числе. Потому что там не только вложение банка, но и вложение именет, учредителя. Реализовывать то имущество, а вот если не хватит или что-то, тогда уже приступать, я не знаю, трусы и майки продавать, грубо говоря. Ну а это что, мальчики, девочки, кто там особо чем думает? Поэтому приехали, приехали, млади богу. Как-то вот тут эти действия будете обжаловать, в суд обращаться? Не, ну просто реально надо понимать, что, как сказать, вас сюда просто этими действиями прислали просто, чтобы, как сказать, нагонить. Потому что любой здравый человек понимает, да, что предприятие, на котором висит кредит в 300 миллионов, не может быть преимуществом, так скажем, которое стоит что-нибудь здесь переписать. На 100 тысяч рублей? Ну, чего смеяться-то? Это первое. Второе, я с уверенностью процентов 90 скажу, что никто это не купит. Потому что мы видели всё, годов-то каких, четвёртого, пятого и т.д. Ну, чего смеяться? И они это прекрасно понимают. Ну, это как бы система, которая работает. Они там сейчас ничего не могут сделать, как бы, потому что решения суда нет. Ну, вот они сюда приехали. Воспользовались, так скажем, вашими услугами, согласно закону. Ну, вот и всё. В общем, ушёл. Ну, а кредит был взят в 2007-м. Ну, то есть, если говорить о том, об имуществе, да, то есть всё имущество, которое вы переписали, фактически оно было куплено до того, как мы вообще, так скажем, обратились в банк за кредитом. Вот и всё. Причём там ещё, на самом деле, довольно сложная ситуация, потому что кредит, это же не потребительский кредит, да? Это же кредит, это проектное финансирование по факту. А проектное финансирование подразумевает собой, что предприятия, там, с той организацией, которая выступает в финансировании, выдаёт, да, они зашли, грубо говоря, в чистое поле. Что такое проектное финансирование? Это лист бумаги, на котором пишется бизнес-план и говорится, ребят, вот есть такое желание построить вот то-то, вот то-то, вот то-то. По расчётам оно должно давать вот это. То есть, если вы готовы участвовать, давайте участвуем. Вот у нас есть столько денег, вот мы вложили там стартовый капитал, построили здание, там, сооружение, что-то там приобрели, вот у нас есть с чего стартовать, у нас там есть земля и т.д. и т.п. Банк сказал, да, но тут же надо понимать, что, и, как бы, любой финансист вам скажет, что риски будут проектное финансирование, но они очень высоки, тем более в сельском хозяйстве. То есть, тут, как бы, озвученная государством поддержка по телевизору не выплачивалась с 2012 года, и за 2012 год она выплачивалась только за первый квартал. Вот и всё.